У самарца Андрея Весенко сын и дочь. Семья перебралась в жилой микрорайон Самара два года назад. Естественные однушки в просторную трехкомнатную квартиру. Мужчина говорит, условия для жизни здесь отличные. Важно и то, что скоро здесь откроют школу. Живется в целом хорошо, инфраструктура развитая. Вот Миша подрастает как раз, я надеюсь, 7 лет пойдет в школу именно в этом районе. Как идет строительство школы оценили сотрудники профильных городских департаментов. Здание возводят на средства национального проекта «Жилье и городская среда». Ведь главная цель нацпроекта – обеспечить граждан доступным и качественным жильем. Как говорит застройщик, школа будет отвечать всем современным требованиям. Она будет самая современная. У школы большой спортивный зал. Кроме того, спортивная площадка, большое футбольное поле на дворе. Будет баскетбольная и волейбольная площадка. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1200 школьников, которые будут учиться в одну смену. Сейчас уже возведен фундамент и идет монтаж плит подвальных перекрытий. Трехэтажная школа возводится на участке, находящемся в муниципальной собственности. Мы идем полностью в графике строительства данного объекта. Объект полностью обеспечен финансированием из средств федерального, областного и местного бюджетов. Государство вкладывает в строительство социальные инфраструктуры, бюджетные средства взамен от застройщика. Она требует оперативного строительства и ввода жилья новых квадратных метров, качественного нового жилья. За работами наблюдают и общественники. Мы увидели то, что нулевой цикл закончен, мы вышли из земли, мы увидели, как уже начинают первые кирпичи ложиться. Мы обратили внимание на то, что строительство ведется не просто высокими темпами, а то, что оно ведется очень упорядоченно. Также состоялось открытие шкафа книгообмена для жителей микрорайона Новая Самара. Благодаря акции «Новая орбита книг» здесь будут доступны более полутысячи книг, а школа откроет свои двери в конце 2020 года. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Сергей Баскин. События.